Что-то хорошее под серебряным дождем Это Мари Армас и Алекс Дубас Это гость программы «Что-то хорошее» Она читает в нашем эфире стихи Мы болтаем о том, о сём Последний раз было блестящее выступление Мне оно понравилось Мы все вместе читали сказки Что-то северное Северные сказки читали Такие вот немножечко По море Да-да-да И музыка такая соответствующая звучала Да, и Алиса опять сегодня будет читать И что будет читать Мы тоже ей опять с Мари Армас будем помогать У неё, кстати, много новостей Об этом мы поговорим А ещё с нами Евгений Гринько Евгений, привет, дорогой Привет Привет Значит, Евгений вы тоже могли слышать и видеть В эфире «Серебряного дождя» Мы его любим, привечаем В Ютьюбе можете набрать Гринько «Серебряный дождь» Нельзя уже себе представлять Ладно, это тот парень с сигаретой Который, помните, сидит в поле Играет на пианино и курит сигарету Такая красивая милая Ну, что поделаешь Ну, с этого начался твой путь Мы все за это Женю полюбили Конечно За это поле, сигарету и туман Ну, всё в порядке с Евгением Гринько Он давно уже вышел с поля Он выступает в Москве, в Стамбуле В других городах Интересно, почему Стамбул Поговорим с ним об этом Ближайший концерт у него будет 25 октября В Москве На Пушечной А там осталось всего 4 билета Зато 26 октября у Алисы Будет прощальный спектакль «Капель» Там ещё много билетов осталось А прощальный ты заканчиваешь, да, эту историю? Мы его закрываем в том виде В котором он существовал почти 5 лет Уезжает наша пианистка Алина Нинашева Ну, поэтому, видимо, сегодня мы встретились с Евгением Вот Да, я хочу попрощаться с «Капелью» Это стихи про любовь Песни про любовь 60-е Как я рассказываю про этот спектакль Это тот редкий спектакль в Москве На который можно пригласить маму Да Можно пригласить бабушку Можно пригласить сына или дочку Если вы мама Да Да С девочками и подростками К нам приходят Видите, как ребята выступают? 25-го концерта Евгения 26-го у Алисы спектакль А сегодня мы вместе здесь Сегодня вместе Со сказками Со сказками Я, знаешь, предлагаю вот что, ребят Все-таки начать не как мы задумывали А с какой-то небольшой мелодией Жениной Чтобы задал нам настроение А потом мы Расскажем об увлекательном путешествии Одного чайного пакетика Есть у тебя какая-то вот такая Да хотя бы та в степи сигареты Хорошо, хорошо Давайте с ней Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Он создал нам настроение Музыку Жени можно услышать в фильме Generation P Гинсбурга можно услышать в фильме Сергея Лобана Шапитошоу А сейчас вот он в качестве аккомпаниатора Выступает для Алисы Гременщиковой Ее стихов и рассказов Ну не ее Смотрите, мы хотели начать С сказки другого Евгения Евгения Клюева Просто удивительные сказки Я люблю и сказки Сергея Козлова, которые у вас и сама читала, и мы вместе с вами читали, философские сказки, в которых дети слышат что-то одно, а взрослые понимают гораздо больше. Детям вроде нравится, они что-то вот какие-то, так и здесь тоже, вроде у нас сказка, которая нас ждет про чайный пакетик, понятные вещи, про Евгения Клюева есть еще, про старые качели. Про лавровый лист, про апельсиновую корочку, то есть это то, что окружает нас, но все равно, но истории при этом очень глубокие, с одной стороны очень простые, а с другой стороны вот как раз такие, которые нужны для того, чтобы вот так задуматься, бежишь-бежишь, или стоишь в пробке, или едешь в метро, услышал, задумался, и возможно что-то в твоей жизни пошло иначе после этого. И Алиса нам, любезно, с Марией выделила роли. Мария будет сейчас ложкой, а я чайным пакетиком. Алиса никогда не была ложкой. Вот. И у меня тоже опыт чайного пакетика впервые. Я слава и ложка. На радиостанциях раньше, в радиоприемниках. Евгений Клюев. Увлекательное путешествие одного чайного пакетика. У микрофона Алиса Гребенщикова, от автора. Мари Армас. Ложка. Алекс Дубас. Чайный пакетик. Музыка. Аккомпанемент. Евгений Гринько. Итак, увлекательное путешествие одного чайного пакетика. Всю свою, не сказать, правда, чтобы долгую, но все-таки жизнь, чайный пакетик ждал этого мгновения. Когда его распакуют, потом возьмутся за ниточку, и он сначала вот так вот немножко повисит и отдышится в воздухе, а после сиганет прямо в бездну прозрачного стакана. И тут-то начнется его увлекательное путешествие. И вот, наконец, мгновение настало. Так уж у них у мгновений заведено. Ждешь его, ждешь. В конце концов, зачем? Совсем отчаешься и скажешь, видно, так никогда это мгновение не настанет. А не успеешь рот закрыть, как мгновение раз, и настало. Вперед. Час пробил, сказал себе чайный пакетик, покачиваясь на ниточке над бездной прозрачного стакана и стараясь успеть отдышаться перед увлекательным путешествием. И в этот момент его опустили на самое дно. На дне чайный пакетик сразу же столкнулся с чайной ложечкой. «Привет», – равнодушно сказала та и отвернулась. «Привет», – пролепетал чайный пакетик, девясь такому негостеприимству. «Мы с вами, что же, в одном отряде, получается?» «Это в каком таком отряде?» – подозрительно спросила чайная ложечка. «В отряде... В отряде путешественников...» С энтузиазмом воскликнул чайный пакетик. «Я не собираюсь в путешествие». Опять равнодушно произнесла чайная ложечка. «А что же вы собираетесь делать?» Изумился чайный пакетик. Чайная ложечка. Обернувшись, взглянула на него, как на сумасшедшего, и сказала. «Я собираюсь размешать сахар в чае и вылезти отсюда на сушу. И чем скорее, тем лучше». «А как же... Как же все увлекательное?» Оторопил чайный пакетик. «Здесь никогда увлекательного ничего не будет». Изрекла чайная ложечка. «Стакан чая? Вообще не то место, где бывает увлекательно». «О, это... Это как посмотреть?» Робко возразил чайный пакетик. «Да как не посмотреть?» Отрезала чайная ложечка, словно она была не ложка, а ножик. На сей раз чайный пакетик промолчал, но про себя упрямо подумал. Каждого из нас ожидает увлекательное путешествие. И ночей на свет родиться не стоило. И тут на него свалился «Кто-то скользкий и холодный». И сердце у чайного пакетика тревожно забилось. Начинается. Впрочем, это оказался всего-навсего кружочек лимона. Он разместился на чайном пакетике, как на подушке, и блаженно сказал, «О, вот мы и приземлились ненадолго». «По-видимому, он имел в виду не только себя, — рассказал мы, но у чайного пакетика не было желания вступать с ним в разговор. Потому он промолчал и правильно сделал. Потому что в ту же секунду сверху посыпались белые клупинки. Начинается опять, — подумал чайный пакетик, затаив дыхание, но это был только сахарный песок, который упал на кружочек лимона и мгновенно начал таять. Чайная ложечка вздохнула и с нетерпением взглянула наверх. Ей хотелось как можно скорее размешать вот это все и с гордостью удалиться. И вот сверху полилась горячая вода. Теперь уже сомнений не было. Увлекательное путешествие начиналось. Кружочек лимона тут же начал задыхаться под водой и всплыл наверх, как ошпаренный. А чайный пакетик принялся плавать в разные стороны. То-то было здорово. Сначала вода вокруг него была совсем прозрачной, потом сделалась бледно-желтой, потом золотой, янтарной и, наконец, превратилась в совсем темную, словно в пакетике чая. Настала ночь. А сразу вслед за ночью налетела буря. Чайная ложечка заметалась в разные стороны. Кружочек лимона стал выписывать по поверхности замысловатые круги, а чайный пакетик радовался стольким событиям сразу, особенно этой буре в стакане воды. Какое же может быть настоящее увлекательное путешествие без бури? Тут кто-то наверху взялся за ниточку и чайный пакетик начал медленно подниматься наверх. Ох, сколько интересного наблюдал он по пути. Диковинные растения приглаждали ему путь. Причудливые кораллы то тут, то там принимали его в свои объятия. Страшные рыбы и немыслимые подводные существа основали в разные стороны. Теплые и холодные потоки сменяли друг друга. А ближе к поверхности буря стала еще заметнее. Куда хватало глаз выселись огромные волны. И было видно, как суда отчаянно борются с ними, чтобы не дать похоронить себя под штормящей поверхностью. Парусники носились над волнами и соленый ветер трепал их шелковые паруса. Наконец, чайный пакетик вынули из стакана целиком и опустили на маленькое блюдечко. Спасибо! Взволнованно сказал он, сам не зная кому. Спасибо за такое увлекательное путешествие! Путешествие? Переспросили его. Рядом с ним на блюдце лежала та самая чайная ложечка. Она только что вернулась на сушу и теперь сохла. И тогда чайный пакетик принялся рассказывать ей обо всем, что видел по пути. Чайная ложечка слушалась терпеливой усмешкой, а когда он закончил, сказала, «Кстати, насчет бури. Ее, вообще-то говоря, сделала я. Вы ведь в курсе? Мы ложки частенько делаем бури, когда приходится что-нибудь размешивать. А все ваше увлекательное путешествие — это только фантазия, дорогой вы мой. Не было ничего такого только у вас на пути. Это просто чаепитие. А чаепитие — обычное занятие». Сказав так, она внимательно посмотрела на чайный пакетик и поняла, что тот, все еще носясь в воображении и своим по океанским просторам, не слышал ее слов. И хорошо, что не слышал, потому что каждый из нас вольно распорядится своей жизнью так, как захочет. Можно считать, что твоя жизнь — увлекательное путешествие, а можно, что чаепитие — занятие обычное. Ведь это как посмотреть. Да как не посмотреть? Снова отрезать чайная ложечка, точно она не ложка, а ножик, и отворачивается, от нас всех и медленно сохнет. В студии никого кроме нас нет, поэтому давайте сами себе похлопаем. Ну и, может быть, слушатели возле радиоприемника тоже. Красивая сказка, очень красивая. Да. Евгений Клюев, надо запомнить, будет что читать. Знаете, так неприятно быть чайной ложечкой, я вам скажу, которая медленно сохнет, да? Да, категоричная чайная ложечка, которая портит жизнь и чайными пакетиками. Вот с другой стороны, Алиса тебе как актриса профессиональная скажет, что антигерой, его проще, его лучше играть, да? Я вот такой вот радостный чайный пакетик, восторжен. Ну вот как бы герой вроде положительный, а где игру-то дашь? А ты можешь, там, ты нерв можешь дать, ложечка. И что вот эта вот ложечка такая брюзжащая? Фу! Это роль на сопротивление. Ты знаешь, очень часто бывает у артистов роли на сопротивление. Это даже неплохо. Знаешь, столько вот я широкой публике стала известна благодаря ролям разбитных каких-то девах, у которых яркие кудри, рыжие, красные какие-то губы, распахнутые глаза и дурной характер, скверный характер. Ну это же такая скверная вамп, нет? Ну дурная какая-то вамп. А что, разве это я? Я вот, про пакетики. Алиса Гремичи, повода со сказками. Напомню, 26 октября в Сокольниках, в парке Сокольники, смотрите, приезжайте туда, там есть такой кафе, называется «Море внутри». Красивое название. И кафе очень красивое, кстати, само по себе. Вот в пятницу это будет дело, в 20.00. 26 октября, да. Можно билеты купить, они продаются онлайн. Недорогих билет, это всего по 800 рублей. Можно прямо туда будет, прийти перед началом спектакля, и прямо там купить в море внутри. Если бы я была отчаянным пакетиком... приходите, это будет спектакль «Копель», ну, они говорят, что завершают его, но мне кажется, потом, когда-нибудь, через несколько лет, будет «Копель-2» или что-то такое. Евгений, Евгений Гринько, вот, это такой, тоже у него опыт первый, чувствовал сказку, да, интересную какую, постарался то быть сахаром, то лимончиком. Да, старался, но нелегко было, не сразу. Ну и как опыт? Вот такой вот первый. Хорошо, мне понравилось. Нормально? Попробуем еще потом, у нас еще есть сказки в запасе. Отлично. И концерты, а что, концерт там будешь ты один или с девчонками? Нет, там мы будем все полный состав. Просто, почему я говорю про девчонок, в прошлый раз к нам Женя приходил с большим коллективом и красивым очень. Там были девушки со скрипками, с аккордеоном, это была прям вот такая настоящая французская, ну какая такая, кинематография. А мы читали, что мы там делали со слушателями? Мы что-то кинематографичное делали, да? Мы читали еще их письма, их сообщения, и мы их перечитали. Наших слушателей, а вы делали саундтрек такой, красивый. Вот, собственно, и 25 октября тоже в Москве будет презентация вместе с музыкантами, велончель, скрипки, аккордеон, альта, нового альбома в зеркальном зале. Название-то красивое какое, зеркальный зал. На Пушечной в Москве. Вот так вот. Приходите. Продолжим, ребята? Да. У меня только маленький вопрос. Да. Я тут обнаружил, что не совсем тот звук, который я ждал, я сейчас попробую его переключить и проверить, будет ли лучше. Хорошо, я люблю такие технические моменты. Сейчас Евгений Хрусталь нам настроит. Нам много благодарности. Какая сказка домашняя, музыка приятная. Спасибо. Пишет нам Наташа. А ложка-то давно живет, повидала много чаев. Я вас чайных пакетиков таких восторженных. Ну что, у нас есть 4-5 минут до рекламы. Можем стихи почитать. Да, вы знаете, я же, кроме того, что я пришла с книжкой сказок, я еще и пришла с книжкой стихов. У одного нашего современного поэта по имени Михаил Чевега вышла третья уже книга. Не путать с Чепигой. Даже не упоминаем. Попросил в начале программы не упоминать эти фамилии. Ну что ты, милая. Книга Михаила Чевеги называется «Жизнь замечательных» и вышла в издательстве «Лайфбук» куратор серии Вера Полоскова. Наша. Наша-то. Наша, да. Тут такая история, что, кроме того, что у нас есть спектакль «Капеля», о котором я уже рассказала, в Театре практика в этом сезоне состоялась премьера моего моноспектакля, который называется «Все вокруг». И там, конечно же, и Верина стихи звучат. И когда-то, когда я собирала материал для этого спектакля, Вера мне говорит «Слушай, давай Мишиные стихи». Сейчас вот я тебя почитаю. Почитала мне Мишиные стихи. И я в них влюбилась совершенно. И говорю «Слушай, да». И во «Все вокруг» вошли Мишиные стихи. Но я хотела тут... Миша... Например. Так. Пришла на работу в том же, что и вчера. Такая же, как вчера. Нарядная, пахнущая духами, только колготки другие. Такие вот. Тут можно много чего. Да. Но главная картина сразу рисуется. А еще вот... А мы вот с Евгением никогда не отреагировали, кстати. Не успели просто. А что тебе, Алиса, представляется по закадрам вот этого вот стихотворения? Мне сразу такая лирическая история представляется. Такая романтическая, лирическая, как, конечно же, она не ночевала дома. Естественно. Колготки эти, в которых она была накануне, порвались в самый страстно-романтический момент. Возможно... Час-пик, возможно, в метро. Нет, я думаю, что когда они поднимались вместе по лестнице или с каким-то прекрасным принцем. И утром она с этими... Но она понимала, что в рваных колготках нельзя прийти на работу. И где-то она... Прикупила, наверное. С утреца, да, уже прикупила. Забежала. Да, да. Понимаю. Нарядная. Она же была нарядная. Накануне-то был праздник. Духи те же, да. Духи у нее в сумочке, да. Потому что как-то подушилась духами. Платье вчерашнее духами подушилось. Вроде как бы уже нарядно опять. Ну, быстро. Давайте еще короткое прочитаю. Это уже очень хорошее. Называется «Случай на Ярославке». А вот, Евгений, если что-то тебе придет в голос... Ярославку изображительную. Ну, если вдруг что-то придет. Скажите настроение в двух словах. А ты хочешь вначале послушай, а потом так интереснее всего будет. Итак. На мосту через Яузу залюбовался закатом и вмял бампер Королли. Из Короллы вышли две шамаханские, закололи глазами, раззвонили, сказали «Прибываем в большой печали на Ярославке вначале». Подошел постовой, козырнул, улыбнулся в густые усы, произнес «Дорогие товарищи женщины, но не все же призы да тузы». «Вот что Ольга, Мария и...» взглянул на права. «Андрей, верьте речи моей, неспроста сегодня столкнулись здесь автомашины ваши. Вдруг случится, Андрей сделает предложение Маше. А быть может, другое предначертано вам судьбой и остаток жизни Андрей проведет с тобой, Оля. Ведь на все Божья воля...» Завершался один из прозрачных осенних дней. Закат скрашивал акведук. И стоял на мосту потерявший дар речи Андрей, выбирая из двух. Что-то хорошее под серебряным дождем. Привет всем, кто к нам присоединился. Удачи вам в пробках. У нас здесь такой атмосферный эфир, что-то хорошее. Это квартет в студии Серебряного дождя. Мария Армаса, Алекс Дубас. Это понятно, мы ведущие. А вот с нами еще актриса Алиса Гребенчакова. Привет, Алиса, еще раз. Добрый вечер. И музыкант Евгений Гринько. И вот вам, ребята, сообщение от наших слушателей для поднятия самооценки. Алиса, берите этого парня к себе в концерт. Хороший. Получится. Так. Пошел бы теперь. Лиза из Санкт-Петербурга. Позавчера была на концерте у Евгения. Было замечательно. И вот включил радио и здесь снова он. Очень приятно слышать. Очень приятно, что мы так резонируем с аудиторией Санкт-Петербурга. Скажите, кто автор последнего прочитанного в эфире произведения? Очень понравилось. Хочу купить книгу. Михаил Чевега. Книга называется «Жизнь замечательных». Ну и абсолютный хит вечера. Здравствуйте. Из Казани пишет нам Егор. Можно ли будет изъять запись эфира на сайте именно сказку про чайный пакетик? Кушболин понравился. Хочется спросить, Егор, где вы работаете? Изъять. Можно изъять? Вот это вот. Да. Можно будет на нашем сайте silver.ru будет видеоверсия. Можно посмотреть и изъять. Смешное сообщение. Только что включил Серебряный дождь. Ребята, слушаю вас и завидую по-доброму. Первый вопрос, который я задал себе сам, а что они там курят? Ну, послушав, это здорово. Александр. И очередной раз вам браво. Спасибо за невероятный атмосферный эфир. Аккомпанемент отдельно прекрасен и можно отдельно слушать. А, кстати, он есть ли в Apple Music или где-то еще? Да, есть. То есть прямо Евгения Гринькова вводишь и... К сожалению, почему-то они не пишут нас по-русски, то есть только по-английски, если написать Евгения Гринькова. А, Евгения Гринькова. Ну, по-английски. Да, если писать... Я не знаю насчет Яндекса, но все зарубежные сервисы только по-английски. Понятно. Что мы сейчас делаем? Алиса, у нас еще и режиссер, помимо прочего. Да, у нас есть... Раз сказки зашли, как говорится, нынче, я бы предложила продолжить со сказками и прочитать еще одну сказку Евгения Клюева про одноразовый стаканчик. Ну, про чайный пакетик мы послушали, давайте про одноразовый стаканчик. Можно я проверю, конечно. Да. Как звук, Евгений? Думаю, да. Вот это тоже. Ну, простите, друзья, я эту сказку я прочитаю одна. Мы будем внимательными слушателями и благодарными. Итак, одноразовый стаканчик. Стаканчик узнал, что он одноразовый, когда его подали какому-то посетителю кафе. У вас нет одноразового стаканчика? Спросил посетитель кафе, ему ответили. Есть. И подали именно его. Стаканчик. Я одноразовый? С ужасом подумал одноразовый стаканчик и чуть не разрыдался. Между прочим, услышав такое, по неволе разрыдаешься. Сам-то одноразовый стаканчик полагал, что в этом мире его ожидает долгая и верная служба. В него будут то и дело наливать всякие жидкости и выпивать из него всякие жидкости, а потом мыть его и ставить, например, в посудный шкаф рядом с другими стаканами и стаканчиками, бокалами и бокальчиками, чашками и чашечками. А вон оно, как выходит. Выходит, что если он и годен на что-то, то только один раз. «И это жизнь?» Спросил себя одноразовый стаканчик и сам себе ответил «Нет, никакая это не жизнь. Не жизнь, а сплошное отчаяние. Меня, значит, выбросят сразу после того, как выпьют из меня выпьют что?» Тут он задумался «Может быть, если уж он одноразовый, то из него выпьют что-нибудь совершенно необычное?» «Хоть один раз?» «Зато, чтобы навсегда запомнилось?» «Например, какой-нибудь эдакий сок из эдакого никому неизвестного фрукта с труднопроизносимым названием?» «А что?» «Тогда еще ничего?» «Тогда вполне мне можно сказать, что тебя использовали для торжественного случая. А может быть, вовсе не сок из него выпьют, выпьют из него, скажем, волшебный напиток, который превратит пьющего в великана. И тогда все сразу начнут спрашивать, в какой, в какой, в какой же такой стаканчик был налит этот волшебный напиток?» «И им ответят, да вот в этот одноразовый стаканчик, а потом одноразовый стаканчик поставят под стеклянный колпак и будут хранить в музее, чтобы все, кто туда придет, могли увидеть, в какой именно стаканчик был налит знаменитый волшебный напиток. И все будут удивляться. Смотрите-ка, кто бы мог подумать, что волшебные напитки наливают в самые обыкновенные одноразовые стаканчики? Наверное, так и случится, уверил себя одноразовый стаканчик. Иначе все несправедливо в этом мире. А его, между тем, уже поставили настолько в кафе, поблизости от какого-то совсем хилого и полуживого цветка, задыхавшегося от жары. «Простите, пожалуйста», обратился к цветку одноразовый стаканчик, видя, что тот практически погибает. «Вы тоже одноразовый?» «Я», возмутился цветок, «да вы с ума сошли? Я не только не одноразовый, но даже и не однолетний. Я многолетний и цвету каждый год просто как заведенный». «А я вот одноразовый, признался одноразовый стаканчик. Грустно, правда? Грустно, согласился цветок. Но я знавал таких. Их тут миллионы прошли перед моими глазами. Одноразовые тарелки, одноразовые ножи, одноразовые ложки, одноразовые вилки и, конечно, одноразовые стаканчики. С большинством из них я так и не успел познакомиться, настолько быстро их выбрасывали. А тех, с кем успел, их я уже забыл. Все это были такие короткие знакомства. меня вы не забудете, пообещал одноразовый стаканчик. В меня нальют волшебный напиток, который превращает обычного человека в великана. Тут он смутился и добавил ну или что-то вроде. Сколько работаю в этом кафе, я ни разу не слышал о том, чтобы здесь подавали такие напитки. Усомнился цветок. Их не подают, заверил его одноразовый стаканчик. Подадут один раз и все. Наверное, ужасно дорогой такой напиток, задумчиво сказал цветок. Хотел бы я, чтобы на меня капнули капельку, тогда бы я стал баобабом. Одноразовый стаканчик не понял, зачем цветку становиться баобабом, но смолчал. И как раз в этот момент в него начали что-то наливать. это была бесцветная жидкость, очень прозрачная. И она ужас довольно сильно напоминала воду. Кажется, я ошибся, прошептал одноразовый стаканчик, обращаясь к цветку. Вам придется забыть меня, как и прочие одноразовые стаканчики в вашей жизни. Тут посетитель кафе залпом осушил одноразовый стаканчик и воскликнул. Волшебный напиток! Волшебный? переспросил цветок. И так, не дождавшись превращения посетителя в кафе, в великана добавил. Это же обыкновенная вода! Обыкновенная вода и есть волшебный напиток, ответил посетитель кафе, а потом налил в одноразовый стаканчик еще воды и снова залпом осушил его, а потом еще, еще, еще. Я не знаю точно, сколько именно порций волшебного напитка выпил он из одноразового стаканчика, но говорят, что это был необыкновенно жаркий день. Спасибо. Спасибо, ребята. Я, наверное, говоря, до последнего надеялся, что герои пересекутся и туда пустят на нашего старого доброго знакомого пакетик чайный. Ну, то есть они встретятся со стаканчиком. А вот и я. Да, да. Но нет. Да, это философски. Ну, оказалось, да, что это совсем другая история. Какой молодец Евгений Клюев. Я, честно говоря, вот честно, не целевая аудитория. Это современный писатель, естественно. Ну, то есть старший сын вырос, а молодой юный не подрос, чтобы читать. Ну, я прям обратил внимание на этого писателя. Спасибо за открытие еще и в этом смысле, Алиса. А еще также напомню, что я сегодня пришла с книжкой поэта по имени Михаил Чевега, сие которого прозвучат в спектакле «Все вокруг», который состоится в Театре практика 19 и 20 октября. Начало наших спектаклей там в 20 часов. Это тоже спектакль. Ой, так это же на этой неделе. Да, пятница, суббота. 19 и 20 октября. Вообще у нас можно проводить со мной пятницу и субботу в этом месяце в Москве. В эту пятницу в Театре практика в следующую в арт-кафе «Море внутри» с капелью «Алиса и стихи». У меня даже хэштег такой в Инстаграме есть «Алиса и стихи». А у капели хэштег «Капель нежный спектакль». Классно. Классно. Ну, ты молодец. Ты прям вот такая актриса стихов. Действительно, где только Алису не встречу. Начнем на вечере памяти Вознесенского стресла Алису. Как это красиво. Читает и платье замечательное было. А ты знаешь, мне было очень приятно, потому что Зоя Борисовна, она богуславская. Она не мне это сказала. Она сказала, она после окончания этого праздничного вечера, который был в концертном зале Чайковского. Там разные люди читали стихи, очень уважаемые. И она потом зашла за кулисы. По-разному читали. Ну, и разные произведения. Да. И она потом зашла за кулисы, как-то меня обняла и потом, обращаясь к кому-то, уже как бы я оказалась вне поля ее зрения, и она говорит, вот, она единственная читает стихи тихо, так как их и надо читать. Смогла прочитать тихо. И она потом мне подписала книжку и единственный... Она говорит, ну что написать? Я говорю, ну, по Алисе. Она говорит, ну какой Алисе? Я говорю, ну просто Алисе. Он говорит, она говорит, ну Алис много, а ты такая одна, ты же единственная такая Алиса. Единственная тихая Алиса. И Зоя Борисовна Богуславская мне сказала, ну, конечно, я очень обрадовалась. А Вера Плоскова вчера ходила на спектакль и написала даже пост потом. Она написала, что когда я читаю, ей не страшно, потому что для автора очень сложно всегда слушать свои стихи в чужом исполнении, в актерском. Они же совсем другие, не такие, как ты внутри слышишь, наверное. А Вера говорит, что я как дневник читаю. А Лиза Горячкова приходите послушать. Я согласен с тем, что музыка должна быть тихой. Мне кажется, вот твои выступления, твои произведения тоже негромко. Давайте негромко, давайте в полголоса. Вот эта вот история. Хорошо, ну слушай, мы, мне кажется, уже продали эти четыре билета на твой концерт 25 октября, а еще где-то будет оставшиеся четыре билета в ближайшее время в Москве. В Москве, а потом у нас сейчас только тур в Турции. А почему в Турции? Хороший вопрос, я не знаю. Только догадываться остается. Но ты интернет так, да, прославил? А как ты относишься к тому, что не может же все быть просто так? И что Турция и Стамбул тоже у тебя появились не случайно в маршруте? Ну, обычно я скептик. А тур в Турции это Стамбул и какие-то другие города? Да, это Стамбул, Анкара, Эскешир. А там большие залы? Там первый наш тур проходил в простых клубах, сейчас преимущественно классические залы. И прямо на афише по-турецки написано, да? Евгений Коренько. Ну слушай, это круто. То есть какой-то продюсер, промоутер. Увидел этот клип. 15 миллионов просмотров у Вальса на Ютьюбе. Да, верно. И вот, да, а вот еще бы такой человек из Нью-Йорка, да? И из Лондона. Вот такой же только вот. Ну, было бы неплохо, но у меня есть ощущение, что это именно срезонировало с их образом жизни и с их какими-то представлениями. Ну, откровенно говоря, девчонки, он еще не брит эти волосы, да? Ну, турки, может, за своего как-то такое... Да, возможно. Да, принимают, нет? Хотя, может быть, если бы Евгений был блондином, как Колокольников, например, то тогда бы ты попал и в Игры Престолов. Еще Евгений. Слушай, а я вот упоминал музыку к Лен, там, Generation P, Шапито Шоу, а еще продолжаю тему кинетографичности твоей музыки. Есть сейчас какие-то истории? Есть сейчас какие-то истории? Последние годы я писал очень много для рекламы, параллельно доделал альбом. Альбом делал три года. В процессе понял, что нельзя так долго ничего делать. А для рекламы это для каких-то рекламных роликов? Да. Ну, такие вот, это не такая нежная музыка. Для чайных пакетиков. Нет, там другую проще. А я, кстати, напомню про альбом, альбом Евгения Гринько, Tiny Mouse Tales, то есть получается сказки маленькой мыши, да, мышки, даже не знаю, как сказать уменьшительно и ласкательно, ищите, пожалуйста, на iTunes, насколько я понимаю, да? Да. Ну, на всех площадках с музыкой. Tiny Mouse Tales. Да, только Евгений Гринько не по-русски набирайте, а по-английски, тогда вот встретите артиста на площадке. Это потрясающе. Сижу и плачу. Даешь такое чтение из сказок XXL. В городе Иваново сидит Антон. Антон. Антон, мы приедем. На вашем радио рождается само чудо. Такое сообщение без подписи. Алиса, вы замечательное. Спасибо. И что-нибудь еще почитаем после рекламы. Что-то хорошее под серебряным дождем. И вот, дорогие друзья, в завершении нашей программы вам десерт. А на десерт, друзья, торт. Алиса Гринькова, Евгений Гринько. Торт, который было грех есть. Вы ведь хорошо себе представляете, какой торт тут имеется в виду. Вот такой и имеется. Невероятно просто красивый торт. Весь в разноцветных кремовых башенках, в шоколаде, с орешками, с цукатами. Эх, да что я говорить. Смотришь на такой торт и думаешь, как же его есть-то, прости господи. Ведь это же чуть ли не грех, такое великолепие разрушать, на которое столько труда ушло. Неужели возможно вот так вот взять и вонзить нож в самую середину и нарезать торт кусками и съесть? Зверство прям какое-то. Иначе никак не назовешь, честное слово. Именно так все и подумали, когда торт подали к столу. Никто даже не сказал ничего. Все просто зачарованно смотрели на роскошное белое сооружение и не решались представить себе, что сейчас оно исчезнет на глазах. Останется только неряшливая масса, размазанная по тарелкам. Тут как раз и прозвучали странные эти слова. Такой торт и есть-то грех. Вот тебе раз подумал торт, если меня не есть, то что же со мной еще делать? Меня ведь и приготовили для того, чтобы есть. Я ведь больше ничего не умею, кроме как собой угощать. Интересно, интересно, что они по поводу меня придумают. И было действительно интересно, потому как есть торт никто со всей очевидностью не собирался. Он так и продолжал стоять на столе. Великое произведение кондитерского искусства, к которому даже не решаются притронуться. А между тем, в чашке уже давно налили чай. И чай многие даже пили, закусывая кто печеньем, кто вареньем, кто конфетами. «Да порежьте же кто-нибудь торт!» воскликнула бабушка, но желающих последовать ее призыву так и не нашлось. К сожалению, торт, говорить, не успел научиться. А если бы успел, то, конечно, сказал бы гостям, «Дорогие гости, меня приготовили специально для вас. Рад, что я вам пришелся по душе. Но самое лучшее, что вы можете сделать для меня, это съесть немедленно, без остатка. И потом, через несколько дней, а еще лучше лет, вспоминать обо мне добрым словом, дескать, помните тот торт, который нам подавали тогда-то и тогда-то». И, конечно, гости послушались бы его, но, увы, торт не умел говорить. Однако размышлять он умел. Неужели ни гости, ни хозяева не понимают, размышлял торт по мере того, как чаепитие подходило к концу, что у меня не столько грех есть, сколько грех не есть. К чему же они, получается, меня приговаривают? Я ведь долго стоять не могу, тем более на такой жаре. Я начну таять, если же мне и тогда не съесть. Страшно подумать, что случится, потому что тогда я начну, извините, портиться. И испорчусь весь, и мной можно будет отравиться. Между тем, чаепитие было закончено, и все убрали со стола. Все, кроме торта. Надеяться стало не на что. А скоро торт услышал, как гости прощаются с хозяевами в передней, бесконечно повторяя благодарности за вкусный ужин и десерт. За десерт, в составе которого словно бы и не было никакого торта. В столовой же в это время происходил разговор между оставшимися на зеркальном подносе фруктами, и одна виноградная гроздь говорила другой. Довольно тебе, дурочка, рассматривать себя в зеркале да прихорашиваться. Будто станешь такой же красивый, как этот бедняга торт. И никогда никто тебя не съест. И повесят на гвоздик, как украшение, и будешь там сто лет висеть пыльное да сморщенное. Слова виноградной грозди прозвучали, будто приговор. Если бы торт знал, как это делается, он бы тут же растаял без следа. Но как растать, он, увы, не знал. Да не очень ты и растаешь, когда в тебе орехи да цукаты. Они уж точно не растают ни за что в жизни. Тут в комнату вошли, еще раз полюбовались тортом, накрыли его стеклянным колпаком и поднесли на кухню. Что же со мной буду делать, размышлял он в пути. Выбросили да в мусоропроводы и дело с концом. Хоть бесславная, но быстрая кончина, зато я не отравлю никого потом. И в этот момент в кухне погасили свет. Утром следующего дня бабушка пришла будить внука и увидела, что постель его пуста. Внук спал на столе, уронив на голову клеенку до волос измазанную крему. А рядом с измазанной кремом головой бесхозно лежал крохотный кусочек недоеденного торта и блаженно улыбался. Алиса Гребенчкова, Евгений Гринько, Алиса 26 октября, Море внутри, Парк Сокольники, а Евгений Гринько 25 октября на Пушечной в Зеркальном зале концерта. И вот сегодня в программе что-то хорошее. Ребят, спасибо вам большое. Хорошей зимы. Продолжение следует...